Приветствую, друзья! С вами ваш Невербор, и сегодня мы начинаем прохождение новой, абсолютно свежей игры под названием As Far As The Eye. Это стратегия с немножко элементами RPG, немножко с элементами тактики, от замечательного разработчика под названием Goblin Studios. Возможно, вы слышали про его игры, у него уже довольно большой арсенал игр в запасе, самый известный из которых The Legend of Keepers. Но если The Legend of Keepers это больше Dungeon and Dragons, бродилка по подземелям, то это чистая стратегия. И настолько атмосферная, друзья, что вы вот удивитесь, я за все прохождение, а я и уже наиграл довольно-таки определенное количество времени, и даже записал пару-тройку гайдиков, вы их тоже гляньте. Так вот, за все время прохождения у меня не возникло ни одной расистской и ойной шуточки насчет этой игры, поэтому игра действительно годная. Врываемся, врываемся, дамы и господа. Начнем новую игрушечку. Нам уже разработчики предлагают несколько уровней сложности, но сложность здесь понятие относительное. Здесь игра построена на том, чтобы думать, поэтому если вы умеете думать, вы сыграете на любом уровне. Но начинать рекомендую с West Tribe, западного племени. Мы начинаем с трех абсолютно нулячих персонажей. Казалось бы, это будет сложнее, нет, это наоборот легче. Потому что система прокачки в игре такова, что проще тебе вырастить того, кого ты хочешь, и его уже направлять на нужные работы, чем брать того, кого ты готового, и пристраивать его к тому, что приходится. Так что берем один бантик, изначально нам дается что? Нам дается 1400 готовых блюд, и я вам скажу, что еда, друзья мои, еда это двигатель прогресса и торговли всего, что здесь есть. На еду вы будете молиться. Три ученичка, это наши поселенцы. И в общем-то и все, отправляемся в бой. Вот так выглядит, друзья, карта мира в этой игре. Кроме нее, конечно же, есть и локальные карты. Наша цель какая? Наша цель из точки А, то есть начальной точки, где находится наш караван, а мы именно караваном движемся далеко-далеко, дойдя до точки Б. Это глаз. В глазу встречаются в этом месте все-все-все-все-все жители этого мира. Почему они туда идут? Потому что идет большая вода, и все земли будут затоплены. Поэтому на каждой карте, мини-карте, где мы в процессе будем останавливаться, мы не сможем задержаться очень долго. Вот здесь включается тактика. Нужно будет думать, думать и думать. Мы можем выбрать путь, по которому будем идти. Само собой, что выбирать нужно с умом, или хотя бы сообразительностью. Наводим на путь, и нам игра говорит, что нам нужно для передвижения. Например, на верхнем пути нам нужно будет 375 тыковых найти, это базовая еда необработанная, и иметь собирателя второго уровня. На среднем пути, на среднем пути попроще, нам нужно собрать только 180 деревях и 225 шерсти, и никаких особых специалистов не нужно. И на нижнем пути нам нужен собиратель камня второго левела, нужно 105 камня, 105 руды. Как бы мне не хотелось пойти по верхнему или по нижнему пути, они гораздо интереснее в плане точек прибытия. Придется идти по среднему, ибо вкачать за первую карту собирателя второго уровня немножко сложновато. Почему я хотел бы пойти на нижнюю карту, кстати говоря, или на верхнюю. На верхней есть руины, на нижней есть святилища, но мы до них еще дойдем. Пока что выбираем средний путь. Мы идем куда? Мы идем в маленький древний лес, и нам нужно на это дело 180 деревях и 225 шерсти. Прорываемся, друзья мои, на карту локальную. И вот оно, это волшебное место. Вот так вот выглядит локальная карта, на которой мы будем проводить. А сколько мы здесь проведем? Максимум 192 хода. Нижняя полосочка это что? Это время до прибытия большой воды. Если полосочка дойдет до нуля, нас просто затопит и смоет, и мы все погибнем. И так придется делать на каждой карте локальной до самого финала пути. Пока что мы находимся в караване. Все наши три поселенца вот здесь, в этом волшебном слонопотамчике хвостатом. Нам нужно для начала найти точку для распаковки. И очень важный момент. Пока мы находимся в животном, мы едим. Но едим мы в разы меньше, чем если бы мы уже распаковались. Давайте маленько побродим, походим. И я сразу же обращу внимание, что мы нашли ауру. Аура это зона дебафа. Что-то знаете такое знакомое из римворда. Вроде токсичных осадков, или же гула механоидного. Здесь это называется ауры. Аура дает особый эффект. Конкретно данная аура снижает продуктивность производства. И вот очерчена ее зона. В этой зоне, чтобы мы не собирали, чтобы не производили, будем делать в два раза дольше. Поэтому нам бы лучше обойти по кругу и посмотреть, куда мы хотим дойти. Передвижение, само собой, что пошаговое. Задали точечку, нажали конец хода. Вот так красивая кнопочка. Вау Сейлор Мун. И поехали. Смотрите-ка, мы обнаружили священное место, которое при посещении даст некоторые эффекты. Какие, не узнаем, пока не зайдем. Но нам еще не до него. Нас ждет исследование. Как вы видите, еда потихонечку тратится. Об этом не забываем. И думаем немножко быстрее. Давайте доисследуем все, что можно и определимся, куда мы станем. И вот, дамы и господа, пятнадцатый ход. И я нашел то, что я хотел. Смотрите, замечательное место для распаковки каравана. Ближайшие, близи просто. Пардон за тавтологию. Находятся клеточки с едой. Это та самая тыковка, базовая еда. Раз, два, три, четыре, пять. Очень близенько находится руда. Очень еще ближе находятся альпаки. Всякие животины, носороги, которые тоже пригодятся. Поэтому распаковываемся. Вот это клопочка внизу, под нашим слонопотамчиком. Нажали, поселились. Вот они, выплодились наши красавчики-поселенцы. Их здесь зовут учениками. Каждый ученик может делать абсолютно разные работы. И от этого дела прокачиваться. Гораздо круче, чем в Римке, да, друзья? Но об этом я советую посмотреть все-таки гайдики. Пока что назначаем сразу же на работы. Для начала определиться. У нас все находятся в базе. То есть предпочтений ни у кого нету. Кто ближе, тот и будет работать. Одного ученичка отправляем на сбор тыковки. Второго ученичка отправляем на сбор деревяшечки. А третий ученик у нас будет как брать с Иванушкой из сказки. Будет очень сильно думать. Нам нужно что? Нам нужна деревяха, нам нужна шерсть. Шерсть собирается с альпак. Альпак нужно приручать на пастбище. И пастбище по-хорошему, по-хорошему лучше строить сразу мобильное. Чтобы мы его могли забрать с собой на следующую клеточку. Но для мобильного пастбища нам нужно что? Деревяха. Нам нужна каменючка. И нам нужна руда. Сложно. Начнем с самого простого. Начнем с деревяхи. Деревяху придется строить базовую. Потому что для мобильной тоже нужна руда и шерсть. Что мы делаем? Мы пару ходиков пособираем деревяху. Пока что еда терпит. Два ученика на деревяхе, один на еде. Поехали. Вот смотрите, у нас уже 80 дерева есть. Давайте-ка построим лесопилку. Для чего мы это делаем? Лесопилка, она ускорит сбор деревяхи и увеличит ее количество по сбору. Выбрать бы лучше клетку, прилегающую к максимальному количеству дерева. То есть вот это вот, выделенное белым. В чем проблема? Здесь уже есть ресурс птичек. То есть мяса. Если мы застроим лесопилкой, то птички удалятся. Но что делать, то делать. Делаем раз. Заметьте, для каждой постройки, для каждого действия они перевоплощаются. Здесь птички-строители. Давайте посмотрим. Барашки у нас. Сборщики. Оленяшки вообще друидами стали. Интересная игра такая, знаете, душевная. Кстати, у этого разработчика, у Goblin Studios, я посмотрел, все игрки, знаете, душевные и продуманные. Так что ждем, ждем, ждем до конца постройки. Вот, лесопилка сделана. Значит, а что? Кто у нас занимается сбором леса? Майя, Майя. Ты собираешь... Возвращаешь ресурсы. Пусть вернет ресурс на базу. Потому что, когда он несет ресурс, он не засчитывается в общее количество. Если мы его сбросим на другое задание, ресурс мы потеряем. Давайте-ка нажмем. Щелк вот так вот. Стоп. Стоп, стоп, ошибка. Ошибка один из нас безработный. Безработных оставлять нельзя, потому что вода близко. Подумаем на будущее. Нам нужно что? Нам нужна будет еще руда для мобильных построек. Построим, построим. Мы шахту тоже. Обычную. Сто дерева у нас сейчас нет, но будет. Как раз-таки наш Аргес дойдет до нужной точки. Поехали. Вот, стало гораздо лучше. Значит, Майя. Вот те лесопилка. Будь счастлив, работай. 120 деревьев есть? Есть. Правильно. Что делаем? Делаем шахту. Пока что не мобильную, пока что обычно. Застроили. Заметьте, еда падает, падает и падает, но тыковки собираются. У них есть приоритеты по еде. Сырую еду они едят в последнюю очередь. То есть для начала они съедят готовые блюда. Но лучше не доводить. Лучше все-таки переводить сырую еду в готовые блюда. Почему? Потому что, допустим, из 20 тыковок они сделают около 50 блюд. Наша шахта готова? Прекрасно. Смотрим на будущее. Что мы хотим сделать? Мы хотим сделать мобильное пастбище. Мобильное пастбище требует 80 деревьев, 40 руды, 50 камней. Камни добываются от каменоломни. Каменоломни мы построим где-то, где-то. О, какое сложное дело. Вот есть камни в одной точке. Где еще есть камни? А больше особо камней нет. Есть камни, смотрите. Но они под аурой. То есть добываться будут в два раза дольше. Так что, до них идти. Поэтому что? Аргес добывает немножечко руду. Добудет нужное количество на пастбище. И построим каменоломню где-нибудь, ну, на ближайшей свободной клеточке. О, обратите внимание. По карте могут пробегать союзные караваны. Вот такой же сломпотам, только белый у нас коричневый. И можно торговать за новых поселенцев. Но новые поселенцы, опять же, требуют жилья. За жилье мы пока не можем рассчитывать, поэтому ждем. Забираем ресурс дальше. Смотрите-ка, друзья. 120 руды мы собрали. 100 деревьев у нас есть. Поэтому давайте-ка определимся с каменоломней. Каменоломню тоже пока что ставим обычную. Ставим мы ее в любом случае далеко. Слишком далеко от того, что хотелось бы. Но ближе камня я просто не вижу. Вот этот камень все еще под аурой находится. Как бы не было нам грустно. Поэтому ставим... Ну, сделаю зло. Сделаю зло. Поставлю на вот этой клеточке вспаханной. Здесь в будущем можно было бы поставить фермы, но... Не свезло, не срослось. Зато поставим каменоломню и заодно зайдем в святилище. Посмотрим, что там есть. Вот, каменоломня есть. Давайте один ход потратим на посещение святилища. Но со святилищами нужно быть осторожным. Объясню сейчас почему. Смотрите. Есть варианты взаимодействия со святилищем. Мы можем его разграбить. Но если мы его разграбим, там будут природные дебафы идти. Духи злые. Духи нам припомнят. Можно принести подношение. И казалось бы, казалось бы, что подношение это хорошо. Не всегда, господа. Очень не всегда. Подношения могут быть и негативными. Причем, да, ужасно негативными. Можно помолиться и получить халяву. Давайте-ка помолимся. Просто так вот. Для общего развития. Получим 50 мяса. Оно нам в зачет пошло. Ежели что, в голодный год пригодится. И направляем нашего Аргиса прямо на сбор камня. Здесь ли что, друзья, рассчитывайте. Когда вы направляете человечка нашего ученичка на сбор ресурса, сперва он подойдет к соответствующему божему зданию и перевоплотится. Поэтому, если вы его направляете с одного конца карты на другой, то это дичь, боль, печаль. Что я еще заметил. У нас маленькая просадочка по деревяхе. Пока что незаметно, но мы ее собираем слишком мало. С другой стороны, каждое здание здесь качается. И вот это здание мы прокачать можем конкретно лесопилку за 40 камня и 50 железа. Что это нам даст? Сбор увеличивается на 20%. Давайте-ка это и сделаем. Лучше всего качать здание изначально. Пусть это здание у нас не мобильное, пусть мы его с собой не заберем, но в данный момент нам нужен больше выработка. Сделаем прокачку. Сбор пошел сильнее. Собираем камни, собираем руду и делаем мобильное пастбище дальше. Заметьте, вот происходят такие золотистые эффекты на каждом персонажике. Это значит, что он качается, причем качается по своей специальности. Конкретно сейчас у нас Аргас, наш замечательный, собирает руду-камень, поэтому прокачка идет на шахтера из камня реза, и он у нас занимался стройкой. Прокачка шла на архитектора-инженера. Тот же Майя. Майя занимается чисто сборкой ресурса еды. И немножечко деревяхи. Поэтому по этой веточке и прокачался на первое. Плюс 5 ресурса за ход, за цикл. Следующее будет плюс 15 знаний собираемых. И дальше он дойдет до уровня эксперта. Но это еще нужно дорасти. Есть Джулна, который собирал чисто еду и прокачался, тоже уже качается на уровень эксперта. При этом он сам будет потреблять на одно блюдо меньше за ход. Возвращаемся и ждем. Смотрите-ка, друзья, прибыл еще один караван, и очень бы неплохо было бы нам получить нового человечка. Давайте попробуем, что мы насобирали. Мы насобирали 40 камня. 122 дерева. Тогда, Майя, отвлекайся, маленечко отвлекайся от сбора деревяхи. Помаши ручкой. Помаши, поприветствуем. Смотрите-ка, караван хочет торговать. Караван учеников проходит через эту область. Возможен обмен. Этот караван недавно попал в шторм. Ему нужен ремонт. Соответственно, ему нужен обмен. Он нам даст 100 камня за 50 шерсти. Проблема в том, что 50 шерсти у нас нет, и мы бы обратный обмен сами совершили. С другой стороны, друзья, есть у нас товарищ Столи, который за мзду малую в 50 тыковок, нам просто присоединится. Его-то мы и возьмем. Или есть еще один вариант. Мы можем попросить этот караван присоединиться к нам вообще в целом на протяженность путешествия до следующей точки. Это сократит необходимый запас ресурсов вдвое. Проблема в том, что, пардоните, пардоните, на четвертушечку. Ошибся. Проблема в том, что не так уж и много нам нужно собрать. С другой стороны, плюс один человечек на раннем этапе был бы очень даже полезен. Забираем с 50 тыковок товарища Столи. Вот он появился. Есть такая маленькая подлость. Если у нас больше трех человек, то в караван наши они не вмещаются. Им нужно построить волшебное сооружение под названием «Лагерь». Вот он, кэмп. Что плохо? Для этого дела нужно 50 деревяхи, 50 шерсти и один носорожек. Носорожка мы заберем сразу. Запаковали. А тема у шерсти. Пришло время все-таки строить наше мобильное пастбище. Пастбище, скажи мне, пожалуйста, где ты есть? Вот ты. Нужно 50 камней. В целом, мы к этому уже готовы. Наш Аргис доводит наш нужный камень. Ближайшие к нему оленяши, овцеваши и прочие животные. Вот здесь они. Здесь же мы мобильное пастбище и поставим. Чем хорошо мобильное пастбище? Их можно будет перепаковывать, но это мы сейчас увидим. Поехали. Камешек донес, красавчик. Делай постройку. Аргис. Пастбище. Пастбище мобильное. Вот здесь. Само собой, что ставить лучше ближе к ресурсу сбора. Наш новичок, бедняжка Столи, он же делать ничего не хочет. Он говорит, пока жилье мне обеспечишь, я как молодой специалист ничего не делаю. Поэтому он просто тупо стоит. Он гербалист. Рассадник, понимаешь ли. По растениям занимается. Будешь заниматься сбором. Пока что у нас нет ферм. Это немножко удручает, но делать нечего. Мы его куда переместим? Мы его переместим вот сюда вот. Он сразу же, как только начнет работать, ворвался именно в работу. Перемещайся. Смотрим. Один ученик у нас не занят ничем. Из тех, кто может быть занят. Кто это у них? У нас. Кто это? Кто это у нас? Скажите, пожалуйста. А, это же наш замечательный Аргис. Он уже построил мобильное пастбище и очень хочет собирать. Кстати, заметьте, что здесь ресурсы могут стакаться. То и те же овцы могут находиться на клетках с тыковками. Те же птички тоже. Там же тыковки может расти в лесу. Птички могут в лесу прятаться. Ну, в общем, вы поняли. Здесь особый подвид. Корно-шахтерские овцы. Но это сложно. Начинаем накопление шерсти. Нам шерсти нужно для лагеря сколько? Нужно 50 шерсти и 1 носорог. Носорога сейчас доставим. 50 деревях и накрафтим. Не проблема. Шерсти тоже столько же. Еще один ученик у нас безработный. Это уже наш сборщик носорога, да? Да, Майя. Майя, возвращайся в родные пенат, собирай дерево. Вот, смотрите, у нас появилось достаточно деревяки, достаточно шерсти, достаточно носорогов. Значит-то что? Значит-то мы можем взять ближайшего того же Майя и построить, 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 построить лагерь. Делаем. Лагерь считается как мобильный аппендикс, то есть мы его все равно с собой заберем. На будущее он уже будет у нас на следующей карте. Если вы спросите, почему я не взял Аргисом? По той же простой причине. Ему телепать, телепать, телепать. Слишком далеко. Слишком далеко, поэтому кто ближе, тот и строит. Есть аппендикс построен. И вот смотрите, Столи уже может работать. Столи. Давайте посмотрим на его колесо навыков. Что он может? Он пошел в ветку друидства. Хм. Значит, хочешь по жизни быть оленем. Ну, друидить у нас вообще-то некого. Уж немножко собирателем. Вот те тыковки, собирая на будущее. Если что, блюда готовы у нас заканчиваются, а тыквки все-таки нужно накопить на путешествия. Дальше. Майя. Майя возвращается на лесопилку. И давайте подумаем, мы можем прокачать пазбище на больший сбор или не можем? Не можем, к сожалению. Пазбище требует 800 знаний. Еще и пшеницу требуют. Пшеницу мы пока что не выращиваем. Поэтому думаем, что будем делать дальше. Тот же Агрес нам может построить что? Вообще много чего можно построить. Здесь есть и лагерь, и мастерская, и рынок, кстати, полезная вещь, и совет для использования очков знаний. Здесь есть всяческие разные производственные здания. И мы, наверное, построим что? Ижину сборщика, чтобы те же тыковки собирались более оперативно, более правильно. Хижину сборщика требуется 20 деревях, и их нет, но близенько. Камень есть, шерсть есть. Все продолжают в том же темпе. Найдем деревяху, поставим хижину сборщика где-то... где у нас больше всего еды. Вот здесь на овцах поставим. Вот, смотрите, у нас есть нужная деревяха. Берем майя, берем хижину сборщика, мобильную, чтобы забрать ее с собой. И тут же, тут же, тут же, тут же, да, самая лучшая точка это на овцах. Здесь внизу тоже парочка точек есть на сбор тыковки. И не забываем, друзья, у нас уже прошла половина времени до прибытия волны, мы еще не готовы. Нам нужно 8... точнее, мы собрали 80 шерсти, 24 деревяхи, но шерсть, по крайней мере, собирается. А деревяху нужно поднажечь. Боже, подналечь, поднажать. Замечательно, хижина сборщика есть. Майя отправляется на лесопилку. И не забывайте, что по базе наши сборщики собирают тыковку в караван. Это меньше, менее эффективно. Изоблемо переключать их на сбор, на хижину сбора. Значит, столе переключили, и есть еще одна бусинка, кто? Это Джулна. Верни ресурс. Молодец. И отправляйся тоже на хижину сборщика. А, нет, не может. Проблема в том, что собирать может только один ученик на одну хижину. Жаль, жаль, жаль. Тогда Джулна продолжает собирать, где я собирала. По поводу прокачки. Мы можем тебя прокачать? Можем. За 140. Шерсти и 60 деревяхи. Тогда, друзья, мы ждем. Ждем, накапливаем ресурс на путешествия. А вот и нехорошее событие произошло. Скауты из других караванов прошли немножечко вперед и обнаружили, что дороги-то впереди поломаны. Произошло землетрясение. И ресурсов на дорогу нам потребуется немножко больше. Поэтому нужно на 20% больше собирать. Боль печально, но я думаю, что мы заберем. Мы уже собрали нужное количество шерсти. Я даже переключу, рискну переключить нашего замечательного Аргиса на сбор деревяхи. И продолжаем, друзья. Смотрите-ка, нас предупреждает игра, что будет скоро очередное ненастье. И нас ожидает дикий огонь. Дикий огонь это сложно. Дикий огонь повреждает не только клетки с ресурсами для наших поселенцев, но еще и здания. А здания у нас родные и мобильные. Их терять не хочется. С другой стороны, мы почти что собрали нужное количество ресурсов для путешествия. Вот, произошло оно. Дикий огонь повелочает клетки с ресурсами. И зажегся скотина возле моего мобильного пастбища. Не хочется, не хочется. Горит, это 5 ближайших ходов. А на этот случай у нас есть хитрое кое-что винтом. Мы пастбища просто запакуем. Раз и запаковали. Что удобно, что для запаковки мобильного здания не нужно рядом иметь поселенца. Для распаковки нужно, а для запаковки как раз таки нет. И вот, мы накопили нужное количество ресурсов на путешествия, но мы еще немножечко попользуемся этой картой, потому что из карты нужно выжимать максимально. Чем больше соберем, тем проще будет на следующей клеточке. Ибо нас ждет что? Нас ждет маленькая клеточка, на которой мы можем и не найти нужные ресурсы. Давайте подумаем, что мы можем сделать. Майя у нас лесник, собирают дерево, а Аргис у нас больше строитель. Товарищ Аргис, ты что хочешь сделать? По-хорошему, по-хорошему, нам нужно на базе иметь производство пищи. То есть, это мобильная ферма и мобильная пекарня. Ну, неплохо было бы еще и кухоньку мобильную сделать, еще и раздатчик мобильный сделать, но у нас все в караван не влезет. Поэтому, мобильная ферма, что нам будет стоить? Будет стоить 120 деревяхи, 120 шерсти и 100 камня. Ну что, собираем камень, значит. Собираем камень, деваться некуда. А смотрим, мы можем улучшить сбор камней или нет? Можем, за руду. И 200 знаний. 200 знаний мы, кстати, накопили. Вот видите, оно внизу копится. Давайте-ка улучшим, больше камня будем собирать заход. Неплохо было бы, кстати, еще и каменоломню мобильную себе сделать. Так, нас ждет очередное ненастье. Что нас ждет? Амнезия. одно из самых неудобных вещей, которое здесь есть, это когда духи забирают память. Или когда у них амнезия происходит. Итак, амнезия. Наши ученики проснулись и вдруг поняли, что они много чего забыли из того, что знали. Племя теряет 200 очков знания. Это неудобно, я вам скажу, это очень неудобно. Плюс нам нужно будет распаковать шерсть, потому что шерсть у нас тоже нужна будет в постройках. Еще одну ненасти нас постигла. Болотные москиты. И при порождении через каждую клеточку болота аж колонист будет заболевать. Поэтому смотрим, как они идут. А они идут очень больно. Как раз таки наш товарищ Агрес, он ходит через болото за камнем. Аргуша, ты за камнем не пойдешь. Ты пойдешь сейчас распакуешь наше пастбище мобильное. Мобильное собранное, которое запакованное, они вот внизу в узелочке прячутся. Распакуй пастбище на ту же точку и пособирай немножко шерсти. Чем меньше ходишь по болотам, тем лучше. Главное, чтобы он не пошел собирать болотных овец. смотрим, здесь 20 шерсти. Наверное, мы его направим на дальних овец, чтобы уже не рисковать. Вот мой красавчик, давай. Собрал ручки в кучку и пошел собирать. И еще одна ненасть и нас ждет молния. Тоже не зачастили это так. И если что, нам осталось 37 ходов до финала. Давайте-ка поднажмем. И куда же ты ударила? Куда же ты ударила? Не страшно. Ударила, ударила всего лишь вот здесь в лес. Этот лес мы еще не собираем. Гореть будет энное количество ходов. Подождем. А дальний обратный путь мы уже накопили. Точнее, на дальний передний путь. Мы теперь копим на мобильную ферму. Мобильная ферма, скажи мне. Ты требуешь чего? 120 деревях и 100 камня 120 шерсти. Давайте-ка сделаем мобильную ферму. Построим и сразу же запакуем, чтобы не забыть. Хотя не столько, чтобы не забыть, чтобы ее не поразила ненастья. Потому что здесь есть ненастья, которая просто уничтожает здание. Забыть-то мы ее не забынем в любом случае. О, кстати говоря, мы ее можем и прокачать. прокачать за 160 деревьев. Отдавайте. На будущее будет проще. Прокачали. И заодно и запаковали. Окей-окей. Остается у нас ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Нас ждет еще ненастья. Шторм с грозой через 7 ходов. Но я думаю, что за 7 ходов мы в принципе накопим нужное количество шерсти и просто сдернем отсюда. Пока что один из наших товарищей майя прокачался до дровосека первого левела. Эксперта дровосека. Смотрим, можем взять бонусы. По верхнему бонусу он собирает плюс 15 больше дерева за ход. По нижнему получает плюс 25 знаний за ход. В общем-то на будущее лучше брать знания, но на раннем этапе лучше брать сбор ресурсов. Просто очки знаний как таковые. Мы мало где можем сейчас использовать. Нам нужно будет построить особое здание под названием скажи пожалуйста совет. И вот там мы их можем распределять. Пока что пользуемся тем, что есть. Давай-ка, Аргуша, поднажми, поднажми. я не хочу попадать в грозу. О, уже гремит. Воу, пошла жара. Уже молнии бьют. Нам нужно быстро-быстро уходить. И 20 ходов до волны. То есть уходить нужно в любом случае. И еще молния. Прекрасно. Аргуша, давай. Скажи, собрал-собрал, красавчик. Вот, все собрали, что можно. Грозовой штурм уже идет, поэтому валим, друзья мои, валим. На глобальную карту. Нажимаем, куда нужно. И самое прикольное, что здесь есть, это Тетрис с упаковкой. Почему Тетрис? Потому, что все ресурсы пакуются кучками. Само собой, что первонаперво собираем еду и мобильное здание. Но было все просто, если бы они были какого-то одного формата. Здесь они разноформатные. Поэтому нужно думать, как правильно их расставить. Ну что ж, сделали, сделаем. Отправляемся, друзья. И вот она, вот она следующая клеточка карты, а ее мы посмотрим уже в следующем эпизоде. Если вам эта игра понравилась, или я, такой красивый, тоже понравился, не забудьте поставить пальчик вверх, я буду очень благодарен. Полезные ссылочки на наш Дискорд, ВКонтакт, Фейсбук и все остальное есть под видео. Ссылочка на страницу этого игры в магазине Steam и на страницу разработчика тоже внизу в описании под видео. Обязательно посетите, посмотрите, хотя бы поставьте им лайк за такой шедевр классный. Мы продолжим в следующем эпизодике, пока что всем до встречи и, конечно же, удачи!